Прием по особистых пытаниях промыет телефонные линии с устречу в прасовных коллективах. Подтримание с воротной совести с населением состоится одной из ключевых задач. Для больше поспехового решения западов в свой час пошла прау Громадская приемная областного объединения «Белая Русь». Такая форма работы с жахарами Гродинщины особливо зарекомендовала себя веуча с подрыхтовки до важных политических подей в ходе обмеркования изменений и дополнений у Конституции Беларуси в рамках проведения республиканского референдума. По завершении кампании свою работу Громадская приемная Беларуси не извернула, а переориентовала зуликам западов громадян. Общественная приемная Гродинской областной организации работает с 2009 года. За это время было много приемов, приходило очень много граждан. Особенно активно мы ведем свою работу во время электоральных кампаний. И в ходе подготовки к референдуму, когда проводилась разъяснительная работа по вновь вводимым статьям Конституции, мы начали сотрудничать с Гродинской материальной областной палатой. Гэтым разом у приемной Беларуси працавали юристы, які отдали консультации и парады по широким спектрам питанью. Как была огучена дадзенная встреча, присвячается Дню Яднання народу Беларуси и России. А иншие важные для краины нагоды и подеи станут подставой для наступных. Что тишится за ковидского приема, люди звертались за тлумачением как агульно-правовых аспектов, так и в узких направлениях. У приватности это тишится натериальных процедур. Большинство вопросов, конечно, в первую очередь касаются оформления наследственных прав. Это то, что в основном беспокоит наше население. Но в том числе пользуется большим спросом оформления доверенностей, договоров дарения, займа, купли-продажи недвижимого и нового имущества. Новым форматом для нашего города в том числе становится оформление таких нотариальных действий, как, например, заключение брачных договоров. Растет количество их в том числе. Вообще нотариусы достаточно часто организовывают различные мероприятия, направленные на правовое просвещение нашего населения.